ну я в своем докладе хотел бы немного рассказать о таком феномене в якороны как парибхаша а именно можно считать это интерпретационными правилами сутр панини ну вы наверняка знаете что грамматический труд панини который панини который впоследствии был назван аштадья им то есть 8 глав был составлен ориентировочно в пятом веке до нашей эры он состоял приблизительно из 4000 коротких правил называемых сутрами которые давали правила морфологии фонетики синтаксиса но и некоторые другие санскритского и ведийского языков ввиду требований краткости изложения из-за чисто устной традиции передачи текстов текст панини был оформлен с помощью очень интересных средств таких несколько напоминающих алгебраические формулы много специальных терминов особых сокращений особая подача материала важную роль играл порядок правил излагаемых но естественно со временем при таком сложном стиле изложения потребовался комментарий и самый знаменитый комментарий к штадьяи это махабхашья патанджали второго века до нашей эры и после создания этого великого комментария где-то с первых веков нашей эры на основе комментария патанджали стали создаваться в различных грамматических школах региона своды интерпретационных правил которые сопровождались комментариями их было много и они на протяжении многих веков составлялись все новые и новые ну и вот парибхаша это и есть такое интерпретационное правило давайте сразу рассмотрим пример я привожу нумерацию здесь вот парибхаша 85 это нумерация очень известная из списка анагоджи бхатты 18 века вот по его списку это парибхаша номер 85 но естественно все списки состояли не обязательно из одинаковых парибхаш не обязательно их было однако и количество или не одинаковые номера то есть некоторые школы отказывались от каких-то парибхаш другие наоборот добавляли какие-то собственные и так парибхаша 85 говорит о том что когда у нас есть правило правило имеется ввиду данное панине правило которое обусловлено то есть продиктовано наличием сочетания каких-то двух элементов и то что вследствие этого правила возникает не должно в итоге становиться причиной устранения вот этого сочетания из двух элементов вот что говорит парибхаша 85 мы это можем увидеть на примере конкретного слова образования вот скажем от числительного 100 основа которого счета мы хотим образовать номинативу сплуралис для чего требуется прибавление окончания и по сутре панине 7172 когда у нас именно основа заканчивается на гласную и потом еще имеется определенные окончания из определенного списка но в данном случае наше окончание и в этот список входит то есть у нас именно ситуация когда сочетание двух элементов во первых основа на гласную а с другой стороны еще добавление окончания это два элемента и вот по сутре 7172 в такой ситуации к основе добавляется еще суффикс н и мы имеем счет он плюс и то есть в итоге счет они на самом деле есть еще другие сутры которые могли бы в данной ситуации быть применены скажем с утра 1 1 24 говорит что основа числительных оканчивающихся на н должны быть отнесены к категории шаш а по су 3 7122 представители этой категории шаш должны утрачивать окончание именно номинативу сплуралис то есть так как после прибавления суффикса н у нас основа шатан относится к категории шаш мы должны были бы по этой самой сутре 7122 утратить окончание и что дало бы нам шатан но я его здесь указываю со звездочкой потому что на самом деле этого не происходит и плюс к тому еще есть дополнительная с утра 827 которая говорит что в данной ситуации еще бы и н тоже отбрасывалась и в итоге получилась бы форма счета однако же в реальности этого не происходит и правильная форма все-таки счет они и это обусловлено именно наличием специального правила 85 которые это правило не пони не это дополнительное правило интерпретации по ней пони не которые нужно знать дополнительно и заметьте что если бы мы применили вот все эти правила и пришли к счета то у нас бы утратилось исходное сочетание двух элементов которые и повлекло возникновение суффикса n то есть отбросив и мы бы уже сочетание а и и разбили и возникновение суффикса n стало бы действительно причиной устранения того сочетания из-за которого n и и возник поэтому по парипхаши 85 мы дальнейшие сутры уже не применяем чтобы n не стало причиной устранения данного сочетания и останавливаемся на стадии счета не таким образом завершив образование данной формы но это вот пример когда парипхаша непосредственно сразу дает какой-то эффект для слова образования многие парипхаши конкретно так не могут быть проиллюстрированы иногда они разрешают конфликты между сутрами когда могут сразу две сутры например быть применены и нужно однозначно выбрать какую-то из них и для этого тоже бывают специальные парипхаши или просто парипхаши ограничивают область действия той или иной сутры падения я еще хочу сегодня вам показать классические комментарии к одной из парипхаш и это парипхаша будет касаться сложного слова типа двандого поэтому давайте вспомним такой тип сложного слова а именно это сложное слово с сочинительной связью которая вводится с утра и пани не 2229 чар тхе двандого то есть сложное слово двандого выражает смысл союза и то есть со положение членов него входящих и классические существует два типа сложного слова двандого это типы и таре таре йога то есть двандого выражающая взаимосвязь членов нее входящих в этом случае она всегда стоит в дуалисе или в плюралисе это зависит от того сколько именно членов входит данную двангу два или или больше и также вторая категория двандого это сама ахара то есть двандого выражающее объединение членов нее входящих и это объединение воспринимается как некий единый объект набор вот этих других объектов и поэтому естественным образом она всегда получает единственное число также вот это свойство определенных объектов объединяться в единый набор оно называется экавад бхава и предписывается с утрами пани не 24 со 2 по 13 и также 16 там идет конкретное перечисление различных видов объектов которые можно объединять в единый набор и соответственно два два образованные из этих объектов будет относиться к типу сама хара то есть объединение мы давайте даже посмотрим немного эти сутры перечисляющие объекты со свойством экавад бхава заодно можно обсудить очень часто используемый плане не принцип она в ритте то есть когда какая-то информация переносится в последующие сутры из некоторые предыдущие сутры и что может происходить на протяжении довольно длительного периода то есть довольно большого количества сутр может подразумеваться что-то из сутры которая была например уже на 100 200 номеров назад но в данном случае это только на 16 сутр распространяется вот например с утра 241 здесь я синим шрифтом показал как раз информацию которая переносится в последующие сутры она уже не озвучивается но при этом подразумевается и дальше когда она подразумевается я это передаю уже красным цветом с утра 241 утверждается что сложные слова двигу употребляется в единственном числе и к ватчинам и для всех последующих сутр со 2 по 16 вот эта информация к ватчинам тоже всегда подразумевается негласно вот скажем с утра 242 говорится и двандвы составленные из имен членов тела живых существ или из имен участников оркестра или из имен подразделений армии и вот это вот и двандвы имеется ввиду тоже должны употребляться в единственном числе то есть это переносится из предыдущие сутры а в последующие сутры уже и слова и 2 2 тоже перетекают по умолчанию вот например с утра 246 если посмотреть просто на ее формулировку который вот черным текстом то она обозвучала просто имена родов но не живых существ тем не менее понимать ее с помощью технологии она в ритте нужно так что и сложные слова 2 2 составленные из имен родов но не живых существ употребляются в единственном числе как раз это с утра 246 нам еще понадобится в дальнейшем когда мы будем рассматривать уже комментарии к непосредственно парипхаши 34 опять-таки по нумерации на год же хаты парипхаши 34 говорит что каждое сложное слово двандва опционально может выражать единый объект то есть даже если по всем признакам двандва должна была относиться к категории взаимосвязи и таретара йога то опционально мы можем считать что это двандва выражающее объединение самахара и это мы можем отнести совершенно любому сложному слову двандва для парипхаш существует понятие признака это некое явление которое является обоснованием существования данной парипхаши и этот признак должен быть обнаружен в сутрах памяти это может быть любой элемент сутры или вообще наличие как таковое данной сутры или может быть даже не большой элемент к которому сутра не явно отсылает но в любом случае это должно быть что-то на первый взгляд формулировки сутры избыточное с другой стороны как вы понимаете нечто избыточное в сутре панине это полный абсурд потому что краткость была самым практически важным требованием сутр и соответственно избыточного там на самом деле быть ничего не могло давайте сразу посмотрим на примере сутры 1263 которая говорит что в сложном слове 2 2 образованным из конкретных имен называющих звездные скопления это тишья это имя одного звездного скопления и пунар васу это такое объединяющее название двух звездных скоплений то есть всего получается суммарно 3 звездных скопления когда мы образуем из них 2 2 тишья пунар васу и раз их три то очевидно это 2 2 должна употребляться во множественном числе уже автоматически тем не менее в сутре почему-то говорится что конкретно данное сложное слово 2 2 тишья пунар васу должно всегда выступать в двойственном числе и добавляется почему-то вместо множественного казалось бы нет смысла вообще говорить слова вместо множественного потому что это и так уже нами понимается раз там три звездных скопления то должно было быть множественное и вообще не нужно говорить вместо множественного нужно просто сказать выступает в двойственном числе Тем не менее, Панине зачем-то это сказал, и это не могло быть случайностью ни в какой мере, а значит, он подразумевал, что все-таки существует возможность понимать эту Двандву как Двандву типа Самахара, то есть объединения, и тогда бы у нее опционально была возможность получать единственное число. И в данном случае уже имеет смысл конкретизировать, что двойственное число всегда приобретается вместо множественного, а не вместо того единственного, которое опционально могло бы возникнуть. Таким образом, вот это вот на первый взгляд излишнее слово баху ваченосия на самом деле излишним не является, и вот благодаря как раз такому своему свойству оно является признаком данной парипхаши. Признак, термин сам звучит жня пока. Итак, вот сейчас после обсуждения этих вещей можно взглянуть на сам комментарий, который был дан грамматистам 17 века Нила Канта Дикшита. В его списке данная парипхаша уже не 34, а 22, но, как мы уже поняли, это неудивительно. Итак, парипхаша в списке Нила Канта Двандвы 22, каждое сложное слово Двандва опционально может выражать единый объект. Все парипхаши обязательно должны были быть обоснованы, то есть это не какие-то произвольные правила, которые мы по своему желанию включаем в список, и этого достаточно. Должно было быть строгое логическое обоснование, желательно неопровержимое, то есть основываемое на Патанджеле. И в данном случае нам повезло, потому что таких подтверждений сразу два. Во-первых, вот в первом предложении мы видим, Нила Канта говорит, это, то есть это парипхаша устанавливается общим рассуждением. Это соответствует санскритскому термину ньяя-сидха, то есть это конкретный тип обоснования. Бывают обоснования ньяя-сидха, бывают еще какие-то другие. В данном случае это ньяя-сидха, то есть то, что устанавливается общим рассуждением. А именно вот таким. Поскольку сутрой 2.29, которую, помните, сложное слово «двандва» вводилось, дается правило для сложных слов «двандва» без какого бы то ни было разделения на «двандвы» выражающие объединение и «двандвы» выражающие взаимосвязь. Что хочет сказать Нила Канта, что нам было просто дано определение «двандвы» и ни о каком разделении на «двандвы» взаимосвязи и «двандвы» объединения, речи не шло. А стало быть, нужно понимать это чисто логически, что и каждая «двандва» действительно может выражать как объединение, так и взаимосвязь. То есть опционально она может выражать объединение. Это логическое подтверждение. Но в данном случае у нас, как мы уже рассмотрели ранее, есть еще второе подтверждение. Это подтверждение через признак. То есть данная парипхаша еще является и вот «жняапака сидха». Здесь вот видите, есть в одной из строчек термин «жняапакам». Тут как раз говорится конкретно, что в сутре 1.2.63 слово «баху вачина» это признак, то есть «жняапака» данной парипхаши. То есть наша парипхаша, она одновременно и «ньясидха» и «жняапака сидха», то есть подтверждается и логическим рассуждением, и признаком, содержащимся в сутрах памяти. И также идет еще интересное добавление, тоже логическое рассуждение. Говорится, и если сложное слово из этой сутры 1.2.63 «тишье по нарвасу» исключительно выражало бы единый объект, то есть было бы только Самахара Двандвай, а это могло бы происходить как раз по сутре 2.4.6, потому что звездные скопления – это имена родов, но не живых существ. И мы могли бы воспринимать эту Двандву именно как Двандву, выражающую объединение, благодаря этой сутре. Но эта сутра носит исключительный характер, поэтому если бы это было так, то она бы Двандва выражала только объединение и никогда не взаимосвязь. А в этом случае, как говорит Нила Канха, если бы данное сложное слово выражало исключительно единый объект, то сама сутра 1.2.63 была бы несостоятельна, потому что не было бы никакого смысла говорить, что нужно ставить двойственное число вместо множественного, поскольку множественное уже в этой ситуации никогда бы не образовывалось. Так что этот аргумент он тоже на всякий случай рассматривает и отбрасывает. Ну и, в общем, у меня все. Спасибо. Большое спасибо. Я когда-то пыталась заниматься грамматикой и панини, и грамматической традицией с точки зрения категории дискретного, континуального и части целого. И вот ваш доклад мне напомнил эти мои изыскания, и, в частности, типы сложных объектов, которые отличаются друг от друга по разному способу образования и существования, в частности, то, что вы называете вот этими объединенными объектами, и то, что подразумевает какое-то взаимодействие объекта. Потому что эти материи все пришли в философию. И там тоже, вот я занималась атомизмом, в частности, да, и были разные модели соединения, ну, как бы существования атомов в рамках каких-то предметов. Так вот, вот этот тип, когда это просто однумерация объектов по типу, там, скажем, леса или армии и так далее, это, они не объединены никакими связями, но вместе с тем мы их воспринимаем вот как единое целое. С одной стороны, а с другой стороны, это взаимодействующие объекты, которые, как бы, гораздо больше слиты, интегрированы. Вот вам встречались еще какие-то такие примеры, из которых действительно можно было сделать вывод, что речь идет именно о таком типе отразумения? Или вот это остается на уровне таких обращенно-абстрактных программ? Встречались ли в вашей работе примеры вот этих форм целостности, отличающихся от этих или таких же, ну, но это немножко по-другому представлено? Вы имеете в виду именно какие-то объединения объектов? Или вы, в принципе... Ну, как целостности? Ну, во-первых, то, что сразу приходит на ум, вот в связи с началом вашего вопроса, сейчас совершенно не было возможности об этом говорить, но практически у каждой парибхаши есть еще философское глубокое осмысление, то есть это помимо чисто грамматических каких-то правил толкования, это правило толкования вообще взгляда на жизнь представителей данной традиции. и в этой связи практически любой объект чисто грамматического толка также ими воспринимается и в философском ключе. Да, 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 есть работы, которые это исследуют, я сейчас не могу процитировать, но такие работы известны, в общем, это направление разрабатывается тоже. Спасибо. Уеду. Спасибо большое за вас. Спасибо. 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 Увидимся. Алина阿ises. Увидимся в следующем. Спасибо. Алина Альк. Исправła. Спасибо. Почему, как вы думаете, один из джедельных определённых случаях очень узкого плашу, и почему вы так расширили их комментариев? Спасибо. На самом деле, даже парибхаши сутры, то есть сутры Панине, которые являются при этом парибхашами, а их не так много, по-моему, 24, они тоже носят более общий характер, чем вы сказали. То есть правильнее понимать понятие парибхаша – это именно как метаправило. Ну, это, конечно, немножко простой перевод, но это именно не обязательно правило про правила, но в целом любая некая абстракция над правилами. и это относится как к самим парибхаши сутрам Панине, так и к парибхашам, уже вот выведенным позднее на основе Патанджили. Правило – это скорее сутры. Да, сутры – это правило просто, и дальше уже возникают интерпретационные правила. Спасибо. Спасибо. Я сейчас... Да? Спасибо, пожалуйста. Слушайте, господин, я такая вот, что я не могу сказать, сколько говорить. Спасибо за такую тему. Она настолько интересная и бездомная, к тому же слову, вот за сих пор надо с переведением. Вопросы, три замечания, которые сказывают учебники. Желая от действий для народного языка, все эти схемы разгражают. Значит, в течение генологии развития человеческих периодов объясняют, что недостаток решет того, что они всего 50 миллионов лет назад, а в последнем генологии, в рожде, в польс-славяне, жили 800 миллионов лет назад. Посмотрите, не можете, это надо двигаться. Дальше. Возьмем пример из белорусского, которое... У нас есть в русском языке соединительные согласные, да? Ей, О. Для сложных слов. А белорусы глянь немножко отошли. Белоруссия будет звучать как АС. Очень много. И второй вопрос. У самого фамилии есть такое правило, оно как метаправило. Если вы лингвист, а лингвистика повторяет нашу жизнь, правильно? Это же отражение. Встречаете новый случай в живой лексике, то надо менять все предыдущее правило, которое противоречит этому, и его взять на вооружение. И вот этот ком снежный, он так разрастается, что хочется сидеть в систематизе, хочется все по полочкам разложить. Но это очень сложно. И еще третий момент, это ущербность математики. Мы привыкли складывать знаки плюса математические, и потом у нас на выходе знак равенства. Но в природе равенства не бывает, все уникальное. Это все абстракция виртуального и абстрактного мира. Поэтому, коротенько, вот дальше, если вы будете объединять что-то, или трактовать, издавать, вот эти три момента. Кстати, математика, она чем ущербна? Что все войны, конфликты, они начинаются с математики. В чем дело? Она считает, что есть равные. Во Вселенной есть равные объекты. Равных не бывает, все разное. Если бы народ, семья, и личностная площадка, все люди бы знали, это все разные, они бы не стали комплектовать, потому что нет смысла всех уравнивать. Ну, это так. Вот эти три момента. Австронометр правил и фамилии, живой аллергик и ущербность математических знаний. Ну, может, это пригодится, может, нет. Спасибо, Дарья. Спасибо. Спасибо. Да, да, спасибо. Просто вы уедете, поэтому мне прислышатся. Простите, да. Могу сказать, ну, действительно, когда появляется какой-то выбивающийся из общей системы конкретное проявление лингвистическое, его в систему уже трудно уместить, но на самом деле известно, что у Панини есть набор конкретных сутр, которые просто могут про одно словоформу, например, что-то исключительное утверждать. И также, хоть идеальную систему построить и нельзя, но такая задача поставлена была, поэтому Панини сделал, что мог. После этого, как я сегодня и рассказывал, потребовались некие дополнительные правила, чтобы трактовать Панини так правильно, чтобы он всегда удовлетворял всем проявлениям языка. но и также помощь от самого Панини пришла благодаря тому, что создав эту грамматику, он фактически зафиксировал развитие языка, который еще удачным образом не являлся, можно сказать, живым языком, ну или, по крайней мере, как раз переставал им являться, и поэтому добавления новой лексики практически уже не возникало, что не усложняло жизнь в плане стройности системы. Ну, конечно, что-то могло быть. Спасибо. Спасибо.